И всем привет, ребят! С Вестер Брак, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня, что видеоролик посвящен игровой тематике. Мы продолжаем обзор быстрых, замечательных, контентовых комбин. И сегодня у нас на повестке дня одна еще интересная комбинация, которая на сегодняшний день не пользуется спросом, и особо на ней никто не играет в матчмейкинге. Но, если вам подобного рода видеоролики заходят и нравятся, то мы, конечно же, продолжим все это дело записывать и обозревать, потому что комбинаций на сегодняшний день довольно большое количество есть, таких нестандартных и интересных. Поэтому, если это так, то обязательно поддержите данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике установите ему личный такт, тактимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Сегодня вместе с вами мы сыграем на когда-то супер жестком вооружении. Это Хори Фриз. Это, наверное, идеальное сочетание какого-то 2020, может даже 2019 года, которое на тот момент времени реализовывалось очень-очень жестко в матчмейкинге, когда у нас еще не было даже летающих корпусов, ну и под это все дело мы сегодня будем использовать дефолтнейший адреналин без никаких дополнительных приколов. Под это все дело также возьмем ловкача, чтобы у нас скорость была побыстрее и возможность реализации вооружения была пожестче. Ну и я смотрю, что у меня здесь резист еще один был не надет. Возьмем резист от страйкера и возьмем как раз-таки резист от Скарпиона. Запикаемся в режимчик захват флага. Это тот режим, в котором, наверное, лучше всего можно реализовывать подобного рода комбинации. Также можно было бы и запикаться и в регби, но если учитывать тот факт, что я предыдущую как раз-таки серию записывал с быстрыми комбинациями в регби, то давайте сегодня скатаем в захвате флага. Хотя я бы, наверное, даже лучше бы использовал как раз-таки бы тоже регби режим. Но сегодня сыграем в CTF очки и попробуем максимально жестко реализовать этого хоре фриза. Когда-то эта комбинация была прям супер жесткой, но на сегодняшний день ее в матчмейкинге, мне кажется, вообще никто не использует. Закидывает нас на Вольфенштейн. Карта максимально ущербная и печальная, поэтому я быстро ее перепикиваю, не собираюсь даже и секунды оставаться на этой карте, потому что, во-первых, она максимально дефовая и, скорее всего, придется играть полную катку. Во-вторых, даже, ну, любое вооружение реализовывать на этой карте с точки зрения атаки и попытки увоза флага крайне-крайне сложно, да, потому что базы закрыты и противник может просто стоять тдмить, и вы ничего абсолютно не сделаете, будете просто полную катку убираться в противника, ехать, 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 и ничего абсолютно у вас в этом плане не получится сделать. Поэтому, в моем понимании, лучше просто взять и перепикнуть бой, запикаться в карту, в которой у вас будет возможность увозить флаги у оппонента и там уже реализовывать вашу комбинацию. Так, вот шикарнейшая карта, еще и летим даже в этой катке 0-2, 9 минут до конца, но я думаю, что это не проблема, будем пробовать камбэкать эту каточку, ну и противник, я смотрю, что у нас уже увозит третий флаг. Успею ли я здесь его обрезать, не знаю, если честно, успеваю ли я его обрезать, да, успеваю, 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 хорошо, задуваем, сливаем одного, возврат! Ах, зацепился я, не успел возвратик оформить, немножечко грустновато, но наши тиммейты вроде как там играют, или не играют? Нет, тиммейты не играют, нам привозят уже третью доставку, хотя, если честно, этот флаг у меня была возможность вернуть. Так, ну и пробуем теперь уже сами увозить. Комбинация максимально крутая с точки зрения реализации скорости, возможности наноса урона, да, и хорек, мне кажется, даже с фризом здесь в моменте может заходить лучше, чем тот же, например, хоппер, потому что хоппер будет переворачиваться, у хорька таких проблем нету, но единственный минус это то, что у вас все-таки, ну, не супер полезный овердрайв, да, нужно понимать, что реализовывать этот овердрайв крайне тяжело, если сравнивать его, например, с тем же овердрайвом хоппера, которого будет возможность выпрыгнуть, либо просто заехать в точку, где будет много оппонентов, и быстро просто прожать одну кнопку и всех слить. Здесь все-таки у вас, хоть и наносятся статус эффекты по оппоненту, с прожатием овердрайва и крит срабатывает, это все равно с точки зрения эффективности, ну, не супер, не супер жестко. Так, есть проблема в этом бою, то, что я залетаю на базу к противнику, и каждый раз кто-то прожимает овердрайв, потому что я запикался за 9 минут до конца, соответственно, у всех уже противников эти овердрайвы накопились, и, соответственно, уже 2 момента я просто-напросто не успел даже дернуть флажочек, и мы уже летим 0.4, уже 0.4 летим, но 7 минут у нас еще целых есть до конца, по сути, выглядит как ничего страшного, если учитывать еще тот факт, что у нас довольно неплохо накидывается урон по оппоненту, и резистов, к слову, от фреза тоже практически у оппонентов нет, поэтому пробуем реализовывать, накидывать домашку, может быть, даже стоит сейчас взять и поменять здесь резист, потому что я вижу, что там есть молоты, есть там молоты, есть там вообще Тесла, ну ладно, Тесла резист мы не будем брать, потому что я видел, что там и Страйкер тоже есть, но нам увозят еще один флаг, как же быстро противник здесь таскает эти флаги один за другим, но под вот этот вроде как сыграть я успею, да, под этот мы точно играем, есть возможность еще так же быстрой надувочки, ой-ой-ой-ой-ой, хорошо, четверых быстро сливаем, это еще учитывая тот факт, что у меня фриз дефолтный с адреналином, не фриз какой-то с дальностью, либо еще с чем-то дополнительным, соответственно, не так просто на расстояние потянуть, на флаг мы вытянули, и дополнительную еще доставочку первого флага мы оформляем, да, при том, что, о боже, еще противник скидочки здесь оформляет, он, конечно, красава, базара нет, но все равно это немножечко не то, что здесь нам надо, здесь нам надо все-таки стараться камбэкать и выигрывать, 17 килов у нас уже есть, 17 килов у нас имеется, боже, опять я не одеваю четвертый резист, опять я играю с тремя резистами, не знаю, что за прикол, но уже несколько раз в матчмейкинге я сталкивался с этой проблемой, то, что у меня просто не одевался какой-то дополнительный резист от оппонента, да, то есть я как бы вроде как щелкаю, да, по резисту вроде как он одевается по дефолту, но теперь есть какая-то дополнительная задержка, и, соответственно, с этой задержкой я просто остаюсь с, например, тремя резистами, но даже учитывая, что у меня три резиста, очень и очень жестко наносится урон по оппоненту, и пока в этом плане все работает максимально эффективно, за исключением того факта, что нам доставили уже пятый флаг, я не понял, когда и где у нас его доставили, 20 килов у меня уже, 20 килов на этой комбинации, очень быстро идут килы, да, при том, что нет у противника резиста, от нашей комбинации падает еще дроповая аптечка, под которую мы также играем, но здесь вот этот хоппера молот, конечно, без резиста тяжеловато против него, тяжеловато, у меня была возможность иметь резист от этой замечательной пушечки, но, к сожалению, рез как раз-таки не оделся. Так, 4,5 минуты до конца, 22 киловочка у нас и есть, врывал его, делаем на вражескую базу, успели? Ах, чуть-чуть не успеваясь, видите, у меня, кстати, был резист от грамма, а я его взял и снял, да, если бы сейчас бы зацепил бы этого викинга, то была бы отличная возможность под реализейшн коммуникейшн, так, здесь Савадейла залетает мимо, так, ну и пробуем еще быстро вдамаживать, сливаем только одного, большое количество противников стоит в дефе, но это, в принципе, дефолтно, если учитывать тот факт, что я запикивался, когда у нас уже был полет в катке, и противник, понятное дело, уже будет акцентировать большее внимание на деф, за счет того, что они и так уже ведут, ну вот попробуем сейчас зайти стелсиком, с зонки, где противник особо сильно меня не видит, ну и бомбочка наша, да, шикарно, наша бомбочка реализуется, и мы под стар, как старые добрые времена, просто, ой-ой-ой-ой, ой-яй-яй-яй-яй-яй, ой, блин, да, это, конечно, неприятно было, это, конечно, было очень сильно неприятненько, хотя это была бы шикарнейшая доставка еще одного флага, так, летим сразу под противника, попера 5, есть с овердрайвом у противника, так, и под нас сразу уже теперь играют, оппоненты уже понимают, что я на стелсик захожу, да, никто не отвлекал, и уже противник читает этот момент, не дает мне возможность такого легкого простого захода, но попробуем сейчас еще разочек через лево, например, зайти, слева вроде как работало, все это дело, поэтому попробуем влететь, аптечку дроповую я здесь оставляю, противник пока что наш флаг не увозит, а наши тиммейты увозят, наши тиммейты увозят, увозят флаг до верха, подборчик делают, я пока что контролирую вражеские респы, здесь пытаюсь немножко раскручиваться, чтобы как можно дольше потянуть время, и у наших тиммейтов была возможность доставки, и похоже доставка второго флага залетает, да, три флага за две с половиной минуты, в теории это реально камбэкнуть, но нужно очень сильно постараться, поэтому пробуем, пробуем зайти сейчас стелсиком опять, противничек меня не контролирует, сразу уже малого овердрайва делаем, так, сливаем двоих, сливаем троих, раскручиваемся, сливаем четвертого, ну и под это все дело надо увозить, аптечку дроповую забираю, стенку из-за этого собираю, но увоз есть, увоз есть, страховочка есть, и доставочка третьего флага есть, хорошо, две минуты до конца, надо камбэкнуть, надо бэкнуть эту катку полностью, так, есть возможность, ай-яй-яй-яй-яй, подборчика, 32 килла у нас уже, 32 килла, 700 очков у нас имеется, и полторы минуты до конца, остается этого боя, нужно стараться сейчас быстренько въезжалову сделать еще здесь с края, викинга молот под меня играть, наверное, не будет, да, он не играет, здесь есть шафт, которого надо быстро слить, потому что он может быть, там, нанесет урона большое количество, так и наши тиммейты не увозят, к сожалению, наши тиммейты, вазпик на подборе, но лучше бы его бы и не было бы, этого вазпика, может быть, была бы возможность тогда бы увоза, остается минута 15, хотя бы еще один флаг надо увезти, овердрайв, к слову, у харька довольно быстро копится, если честно, я даже думал, что подольше овердрайв накапливается, у этой замечательной, у этого замечательного корпуса, так, и флаг, нет, не увозится, я думал, что увезли уже, хотя, 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 если сейчас тиммейт увезет флаг, у меня будет возможность еще одного отвоза, увозит он, не увозит он, в минусе лежит, что там происходит, не понимаю, что происходит, нет, везет, 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 по доставочку, по доставочку, быструю, хорошо, есть время, есть тайминг, ай, хоппер вжимается, еще и минку я ловлю дополнительную, 30 секунд до конца, в теории мне хватает времени, еще, делаем заход быстро через право, делаем быстрый заход через право, 30 секунд, хватает, хватает, хватает времени, даже на широкую хватает времени, даже на широкую заходку хватает времени, Делаем широкую Делаем широкую, делаем вжималову Набреваем троих Набреваем 4-х, 5-х, 7-х Так и центр, центр, быстро-быстро Стрейф, стрейф, ну уйдите 10 секунд, быстро, быстро Быстро, 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 быстро Быстро, 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 быстро Есть контактичек и есть контактичек И есть контактичек на камбэчную Вот это я понимаю Развалка Вот это я понимаю Хорошая каточка С въездом в противника И с развальчиком Мега большого контента урона Я считаю, что этот видос 100% и катка В целом заслуживает вашего лайка еще учитывая тот факт, что я остался без одного резиста, 42 килла 17 смертей, ну и это было прям мега-мега сильно, с въездом в противника и уносом, я не знаю, сколько там унесло, 5-6 танков, может 7 танков улетело, но как они как семочки лопаются, учитывая тот факт, что нет резиста от фреза у противника, не было, я так понимаю, что там и броненосцев, и еще сверху, еще когда накладывается статус эффект пробития, там нету иммунок от пробития, это работает максимально-максимально жестко, ну и вражеский хоппера молот, который тоже тут с самого начала катки разваливал, я думаю, что он немножечко не ожидал такого поворота событий, пишите, что вы думаете по поводу этого боя, обязательно прожимайте лайк и поддерживайте данный видос, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну и также подписывайтесь на тележечку, вся информация по стримам и весь лайфконтентик выходит именно там, у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!